Я-то нашел робота, давайте докопаемся до авто-мам-ма. Робот общается с человеком, и робот приручает человека. Господи, у нее лицо есть. Привет, детка. Как твои усики? Привет, привет. О-о-о! Эй, детка, кто умнее, ты или Алиса? А курица или яйцо? Курица или яйцо? Че? Она, по-моему, немножко тупая, ребят. Не, нафиг. Короче, эта форма жизни еще не доросла до того, чтобы поработить нас. Не сегодня. Не сегодня. Здорово, народ, меня зовут Шет. Не пугайтесь тому, что происходит вокруг. Сейчас мы находимся с вами в Московском международном автомобильном салоне, где есть огромное количество тачек. Пойдем покажу. Вон там есть Рено. Вот типичное обычное Рено. Вот вон, вон стоит, видишь? Обычное вон там Рено. Вот типа на улицах каждый раз такие ездят. Самое главное, зачем мы сюда сегодня пришли, это вот этот стенд Air Seed. Это у нас стенд компании Air Seed, которые занимаются производством и продажей автомобильных кресел для игровых симуляторов. Ты можешь в шлеме играть в гоночки, ты можешь на большом мониторе играть в гоночки, но кресло, вероятнее всего, у тебя будет от Air Seed. Это всякие гидравлические крутые кресла, которые клево симулируют реальное вождение. Питается вся эта прелесть от компа Орус. Орус – это у нас игровое подразделение компании Гигабайт, а соответственно, это у нас ПК. Посмотри, вот, девочка гоняет по трассе на Ниссан Жук, наверное. Нет? На чем? Вообще не знаешь. Ну ладно, самое главное, что катаешься и получаешь удовольствие. Блин, я хочу себе такую систему домой, это реально, по-моему, тема. Ребята, а сейчас я хочу показать вам новый автомобиль, который я себе покупаю. Вот прямо сейчас, вот после этого видео я пойду его и куплю. К нему прилагаются две дамы, у него есть четыре пары колес, всего восемь штук. Но я думаю, мне хватит, в принципе, по городу кататься. Как называется мой новый автомобиль? Называется Шаман. Это ж Россия, Шаман. Окей, Шаман, я потом с Шаманом поговорю, пойдем дальше. И здесь есть две платформы Омни. Омни – это у нас платформа для того, чтобы ты мог такой клево ходить в виртуальной реальности в полный рост. Сейчас такой красавчик, надеваешь обувь, цепляешь датчики, входишь вот сюда и начинаешь такой пам-пам перемещаться, ходить. То есть забудь о телепортации, забудь обо всем, ты просто берешь и ходишь. Сейчас мы с вами находимся в московском международном автомобильном салоне. И здесь есть, как ни странно, зона с VR, где можно попробовать вот такую вот штуку. Я решил, что это хороший шанс сложить свое впечатление о подобного типа дорожках и решил рассказать об этом вам. А обо всем необходимом для того, чтобы запустить это устройство и рассказать, как оно вообще работает, я вам сейчас расскажу. Поехали! Во-первых, вы надеваете специальные ботинки, у которых очень скользкая подошва, для того, чтобы она скользила по пластиковому основанию нашей с вами платформы. Что нужно для того, чтобы это устройство работало? Во-первых, на ваши ботинки крепится специальный датчик. Этот датчик, он по факту играет роль гироскопа. То есть, когда ты делаешь шаг вперед, твоя стопа производит такое волнообразное движение. И система его захватывает и передает информацию о том, что ты сделал шаг вперед и нужно в игре тебя перевести на шаг вперед. А вперед, шаг назад и постепенно перемещаешься. Очень интересно сделано. Но для того, чтобы ты не упал, ведь ты идешь на месте. Ты действительно наклоняешься вперед, ты наклоняешься назад и переносишь свой вес на ту ногу, с которой ты идешь. И тебе нужно каким-то образом держать равновесие. Ну, здесь нам на помощь приходит вот такая вот штука. Это у нас специальный пояс, который крепится, извини за тавтологию, на твоем поясе. И он крепится в раму нашей платформы. Ты можешь спокойно поворачиваться влево-вправо. Ты можешь спокойно весь свой вес переносить на этот пояс. И платформа тебя выдержит. Я пытался ее раскачать и влево-вправо, вперед-назад. Нормально. Меня она держит. Но на секундочку я всего лишь 85 килограмм. А эта платформа заявлена, что она может выдержать вес до 130 килограмм. Вот, Саша мне передает привет. Говорит, что, да, можно сказать про него. Короче, ребят, 128 килограмм платформа выдерживает на ура. Вообще, эту штуку, ребята, из Omni изначально разрабатывали для домашнего использования. Предполагалось, что она будет стоить около тысячи долларов. И каждый геймер, который может позволить себе PlayStation или Xbox, может поставить себе вот такую платформу домой и играть во все VR-игры, просто начиная от Скорима, заканчивая какой-нибудь GTA-шкой. Но времена немножко поменялись. У ребят все немножко пошло по другому плану. И сейчас эту штуку домой купить сможет разве что миллионер. Потому что полный комплект Omni вместе с Vive, вместе с ПК, вместе с монитором, вместе со стойкой. Этот комплект для бизнеса. Но стоит он 13 тысяч долларов. Да, ребят, 13 тысяч долларов. Если перевести это при нынешнем курсе, то это больше миллиона рублей. Какой геймер позволит себе такую штуку поставить домой? Даже не знаю. Даже не знаю, ребят. Я немного офигел от того, что ребята из Omni очень жестко привязывают эту платформу, конкретно платформу, к конкретному ПК. Они активируют ее вручную через Steam Viewer прямо из США. И что самое забавное, у ребят своя платформа с играми. То есть вы можете запускать игры из Steam, но это будут жесткие костыли. Да, ты можешь, но это будет абсолютно жестоко, абсолютно сложно настраиваемо и будет лагать. И ребята сделали свой магазин с Blackjack'ом и тапочками для того, чтобы в нем ты мог взять и запустить любую игру. Самое забавное. То, что 10 минут в этом магазине стоит тебе 1 доллар. 10 минут за 60 рублей. Но зато за этот доллар ты получаешь все игры из их магазина, которые специально адаптированы под эту Omni-платформу. Вот. Из игр что вы знаете? Вы знаете, что здесь есть игра Exorcist The Legend. Есть Horror Affected. И есть другие игры, в которые я еще не играл. Даже есть собственная разработка. Это мультиплеерный Unreal Tournament для нескольких игроков. Вот сейчас мы с Саней играли. И вдвоем все это играется достаточно прикольно, весело и задорно. Ребята постоянно расширяют ассортимент, добавляют новые игры, покупают новые студии и всячески развиваются. Очень забавная штука, ребят. Рекомендую вам обязательно ее попробовать. Потому что сейчас вот эта конвенция это единственное место, где вы можете затестить вот такую платформочку. Да, не очень дешево, но в то же время за эти 13 тысяч ты получаешь платформу, ты получаешь 6 пар тапочек и 3 пояса. Обалдеть. Далее. Самое важное. Ты получаешь Vive, ты получаешь стойки, ты получаешь ПК, ты получаешь телевизор, клавиатуру, мышку. Короче, полный комплект, чтобы вот в сарай, где есть только электричество, поставить вот полный комплект. И это, конечно, стоит 13 тысяч, да, не дешево, но в то же время, на самом деле, ПК это на секундочку, ну, 150 тысяч, Vive это еще 50, уже 200. То есть у нас уже остается 800, телевизор, ну, допустим, полтос, 750 и так далее. Можно вот с этих допов необходимых скинуть цену, так что на шомни получится около полумиллиона. Как я понимаю, сейчас это решение больше для бизнеса, то есть второго центра поставить, какой-нибудь верклуб, и да, там ты можешь поставить такую штуку за миллион рублей и рубить бабло. Аналогов этой вещи действительно нет. Есть CatVR, но это не совсем то, и он на самом деле отстал слегка от рынка, и эта штука гораздо удобнее. Не знаю, что сказать, просто вот смотрю на эту прелесть Aorus Gaming. Вот, вот, давай, вот, Саш, вот, типа, вот посмотрите, черт возьми, на то, как здесь подсвечено все, чувак. Если ты хочешь себе мощную игровую материнку, то она обязательно должна светиться по всем параметрам. Я себе обязательно такую бы взял. Очень ультра-супер-мега-широкий монитор. Кто говорит, что такие мониторы нужны для монтажа, тот жестоко вас обманывает. На самом деле все эти мониторы нужны для крутых автосимуляторов. И здесь у нас... Вау, какой красавец. Сань, зацени. И это у нас подсветочки, 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 короче. Aorus Gaming, опять же, PC Edition. Блин, классный комп. А можно я его себе, типа, скручу? Никто же не заметит, да, что тут в рыбу с одним монитором? Да, что меня реально поразило, это вот этот вот маленький малыш. Что вы думаете, это колонка от Яндекса? Это просто портативная колонка? Нет, чуваки, на самом деле это птука. В этой штуке 10.60 от NVIDIA i7, и она стоит 8.6 тысячи. Все, что вам нужно о ней знать. И она тянет все, короче. Вот ты играешь в VR, играешь во все, что угодно, вот в этой маленькой хреновине. Ну что ж, это был шед из Московского международного автомобильного салона. Здесь есть зона VR, здесь вы можете поганять на машинках, здесь вы можете посмотреть на другие тачки и всячески клево провести время. Это мероприятие будет проходить еще несколько дней. Все подробности будут по ссылкам в описании. Ставьте пальцы вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, если это в первый раз. И зацените мои новые видосы. А с вами был Шед. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok